Я Орлюк Евгений Иванович, заведующий катерой фундаментальных наук Житоминского военного института, училища. Пришел в этот институт 10 августа 1976 года. Пришел в этот корпус, пятый корпус, который стал для меня моим родным домом, который я, наверное, провел большую часть уже своей жизни. Я хотел еще и еще работать в этом, и воспитывать, и учить математики. И вот я хочу теперь обратиться ко всем выпускникам этого училища, этого института, которых я учил, которые, наверное, меня помнят. Посмотрите, что сделал с вашей алмаматой. Как можно было допустить вот это? А в этой аудитории я читал лекции Саше Ужанову, Игоре Конушенкову. Посмотрите, какая она теперь. Да, и когда я теперь напишу эту формулу для курсантов нашего института? Вот. Вот эта стена. Вот эта аудитория. А вот родильный дом через дорогу. Как можно стрелять в такое место? Я председатель Совета ветеранов Житомирского военного института. Нахожусь в самом центре, там, где душа, где сердце Житомирского военного института, в музее. Вы нас обвиняете в нацизме. Еще в непонятно чего. Мы свято бережу все традиции Житомирского военного училища. Мы свято бережу память нашу про отцов, дедов. Вот стенд, посвященный Туркеничу. Бюст, мережка. Вон панорама. О Великой Отечественной войне одна. Там панорама. О обороне Севастополя. Вот все начальники института. Все представители. Вот легендарный Балуэктор. Вот легендарный Кузиков. Все есть. Мундир генерала Бондарева. Все ордена. Все медали. Никто ничего не убирает. Вы посягаете на славу своих преподавателей. На их жизнь. Все, что они в вас вложили. Посмотрите. Вот стенд, посвященный Михаилу Ивановичу Муллеру. Вот факел, который он нес к Олимпиаде 80. Что вы с этим всем делаете? 57 окон музея. Все выбиты. 57. Кругом стекло. Битое. Экспозиции порушены. Бюст Сергея Павловича Королева. Я заведующий музея Витомирского военного вуза Ткачук Юрий. Лично обращаюсь к рупору пропаганды Российского министерства обороны Игорю Коношенкову. Вот он курсант нашего военного вуза, который кичится своими спортивными достижениями в стенах нашего военного училища бывшего. Вот переходящий приз 1949-1953 года. Вы бьете, суки, по своей истории. Мы этого никогда не забудем. Я вам вот что хочу сказать. У меня месяц назад родилась внучка. И сейчас она уже слышит удары, тревоги. Она слышит звон разбитых окон. Вы задумайтесь в зеркало, посмотрите на себя. Вы русские? Кто вы? Кто вы? Что вы несете на нашу землю? Я учил вас в математике. Этой математике я учу наших курсантов. На кого я похож? На нациста? Генналистические батальоны применяют так называемые бандеравтомобили, которые имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или минометами.